Sky News. Сегодня новости, завтра история. В описании к этому ролику. Уже более двух месяцев горит пламя войны между двумя могучими федерациями. Генезис и Сайлен. Сегодня я расскажу вам об этом подробнее. Но сначала информация от спонсора. Кто хочет поработать? Подождите. Значит так. Защита севера. КТА на юге. Написать отчеты. Кроме того... Дайте и другим попробовать. Ведь наверняка найдется много желающих. Желающих вступить в Russian Sky. Крупное русскоязычное объединение игроков, которое входит в состав федерации Сайленд. Управляющий альянс UF. Они владеют всем севером и больше всего в этой игре любят войну. Ну а в перерывах они наслаждаются хай-энд ПВЕ контентом. Если ты, отдельный пилот, корпорация или даже целый альянс и мечтала о сильном, милитаризированном и сплоченном сообществе игроков, контакты ищи под этим роликом. Федерация Генезис начала зажигать на севере еще в октябре. Это стало логическим продолжением войны после поражения коалиции Пантеон. Крупнейшая битва того дня состоялась в системе GA-7 Region Branch. 230 на 230 пилотов. Результат — три уничтоженные цитадели за один день. Видео этих событий ищите в подсказках на экране. Также Генфет сообщает, что на протяжении последней ноябрьской недели ежедневный урон, наносимый Сайлентом, в среднем составлял 100 миллионов иск. Судя по проверенным данным, также было похищено несколько аутпостов и убито два капитальных корабля. Счет по состоянию на конец ноября — 2-0 по капиталам и 5-0 по цитаделям в пользу Генфет. 16 декабря состоялся масштабный бой, о котором мы рассказывали в Шорс на Ютубе, а также в Телеграм. Во время новогодних праздников Генфет объявили о перерыве в нападении на структуры СХХ. Однако СХХ свои операции не приостановили. 15 января проходили сражения в регионе Фейдзо-2 поса Федерации Сайлент. Во время битвы за один из посов Генфет разбили флот защитников, однако вскоре подоспело подкрепление, поэтому было принято решение добивать пос, откатываясь на безопасную дистанцию. И тут космос озарила яркая вспышка, Сайленты решили сами добить свой пос и не отдавать киллмейл оппонентам. Бей своих, чтобы чужие боялись. А вот ещё несколько посов за январь. Общее число украденных и уничтоженных посов уже давно перевалило за сотню. 17 января Федерация Генесис уничтожила ещё одну цитадель СХХ в регионе Pure Blind. А вот вам полная статистика с 1 октября по 18 января со стороны Генфет. 11,5 тысяч убийств и общий урон на 7,5 триллионов иск. 13 декабря 2021 года. Условно первое наступление Федерации Сайлент на Генфет. Соотношение сил примерно равное. 130 на 130 победы достается северянам. Цитадель Генфета уничтожена. 18 и 19 декабря проходят два ключевых сражения на Севере, в результате которых ранее потерянные цитадели Федерации Сайлент были возвращены. С этого момента линия фронта сдвигается на юг. Видео с мест сражений ищите в подсказках на экране. 20 декабря. Уничтожение цитадели Генфет и закрепление позиций на юге. Соотношение сил в первом бою было равное. Результат – взрыв цитадели Генфет. Во втором же бое перевес был на стороне бытия. Результат – уничтожение флота СХХ. Что касается посов, то тут ситуация похожая. Больше сотни. Эта война однозначно ставит невероятные рекорды. 12 января Сайленты снова наносят удар по югу. Система CMP Region Period Basis. Первый бой – 180 Сайлентов на 180 Генфет. Результат – флот Генфета уничтожен. Потери Сайлентов составляют около 20 линкоров. Бой номер два Федерация Сайлент одерживает практически без потерь. 13 января. 110 Сайлентов против 130 Генфет. Результат – уничтожение флота Генфет и их цитадели. 14 января – падает цитадель Генфет в регионе Фейта Болис. 18 января – чья-то цитадель падает в Делф. Это противостояние радует нас потрясающими сражениями и тактическими ходами. Смотрите прикрепленные видео, где то одна, то другая сторона превозмогает двукратно численное преимущество оппонентов, добивается своих целей или же проигрывает. Вот это контент. Октябрь. За три недели новый испечённый альянс ГГВП захватывает территории в Квериусе, которые ранее принадлежали ХХА. Это происходит буквально на заднем дворе войны No.S.Х. против Панк Ген. ХХА в том виде, в котором мы их знаем, прекращает своё существование. Часть корпораций присоединяется к ГГВП, а другая в составе Forge of Heroes продолжает войну против No.S.Х. вместе с Генфет. Квериус на тот момент всё ещё остаётся желанным местом для ХБГР, Тримарк и Кэйч-22. Ноябрь. ГГВП уничтожает большую часть цитаделей ХБГР в Квериусе. Декабрь. Ред-машины ГГВП и Вилт ГИС раскалывают коалицию Кэйч-22. РМ и ВГ забирают регион Кэйч в свои владения. Альянс ХБГР расформирован. Три корпорации, бывшие в альянсе ФРА, из бывшей коалиции Кэйч-22, выходят из состава ФРА, создают новый альянс ААА и присоединяются к РМ. Часть ребят из ХБГР и Ц-22 создают альянс Кинг. Январь. Трио РМ, ГГВП и ВГ активно воюет с новым образованием РИП, на стороне которых также выступают всем знакомые OG, SCG и TN. В ходе войны РИП теряет 8 цитаделей в регионе Квериус за первую неделю года. 12 января альянс РИП расформирован. Квериус и Кэйч просто сводят с ума насыщенностью событий. Это явно ещё не конец. Ждём продолжения. Длинные выпуски никто не смотрит. Статистика нашего Ютуба неумолима. Так что на этом всё. До встречи в следующем выпуске. Субтитры создавал DimaTorzok